На Вознесение Господне. Радость Церкви, празднующей Вознесение Господне, которая есть величайшее Его прославление. Что значит Вознесение Господа для мира видимого и невидимого? Идти, апостолы, поклонившись Ему, возносящемуся Господу, и возвратившись в Иерусалим с радостью великою. Расставаясь с теми, коих искренне любим, мы не можем не скорбеть, не можем не чувствовать печали, а апостолы с горы Элеонской, где они разлучились с Господом, возвращались с радостью великой. Возлюбленный учитель, который один открывал им всякую истину и разгонял мрак сомнений, налегавший иногда на души их, оставляет их как бы себе самим, а они радуются. Единственный их покровитель и защитник оставляет их среди иудеев народа, враждебного Христу и всему Христову, а они радуются. Христос, Господь, от беседы, с которым сердце их исполнялось живой радостью, оставляет их в мире, полном неудовольствий, скорбей и всякого рода бедствий, а они радуются. Непонятное чувство. И мы не поймем его, братья, если будем смотреть на апостолов, как на простых человеков и будем рассуждать об них по-человечески. До воскресения Господня, когда они ближе были к нам по мыслям и чувствам, и их сердце, подобно нашему, исполнилось скорбью, когда возвестил им Господь, что Он хочет отойти от них, но теперь, когда воскресший Господь дней четыридесять говорил им об устроении Царства Своего на земле, когда дуновением Его сообщенный Дух очистил и просветил их мысли и чувства, и, может быть, преимущественно раскрыл пред ними тайну Вознесения Господня, теперь они уже не разумели возносящегося Христа по плоти и потому не могли питать подобных нашим скорбных чувств разлучения. Теперь сами они ясно разумели, что уни есть да отыдет от них Господь. Уверена, что с Вознесением Господа соединены высокие блага, не только изгоняло из души всякую тень печали, но, напротив, исполняло их великой и неизъяснимой радостью. В наше время, братья, нет необходимости раскрывать высокие плоды Вознесения Христова с той целью, чтобы утолять печаль об оставлении Господом земли. Печаль, могущую потемнить светлость настоящего торжества. Святая радость апостола в Вознесении Господа наследована Церковью и слышится ныне в хвалебных песнях Вознесшемуся. Но, тем не менее, мы должны знать силу Вознесения Господня. Тем не менее, обязаны благоговейно приникать мыслью в Его тайну и значение в устроении нашего спасения с тем, чтобы возвысить и окрылить, а, может быть, возбудить чувство непритворной радости, с которым торжествует Вознесение Господа Святая Церковь. Размышлением о всем высоком знаменовании и силе Вознесения позвольте занять в настоящее время ваше благочестивое внимание. Что значит Вознесение для самого Вознесшегося Спасителя? Для самого Спасителя Вознесения есть по учению Отца в Церкви высочайшее Его прославление и обличение царственной, божественной властью. Есть высочайшее прославление. Господь наш Иисус Христос есть Богочеловек, совершенный Бог и совершенный человек. Совершенный человек и Сам по Себе высокий славен. Сколько же Он должен соделаться выше и славнее, когда в Его природу облекается Бог, внутреннейшим союзом соединяется с Ним. Здесь Его творная слава возвышается до славы творческой, божественной. Так Господу Спасителю по естеству Его должно бы всегда быть облеченным неувидаемой славой и бесконечным величием. Но по элику начальника спасения нашего, по непостижимому совету Божию надлежало совершить и страданми, то Господь сокрыл на время свою божественную славу в глубокой неизвестности. Божество в уничиженном человечестве, господство в семерянном зраке раба, словом умалил себя во всем, чтоб не в славном виде пройти муки крестного распятия. Теперь, когда крест уже подъят, когда болезнями на нем иссолены язвы человечества, снято наказание с мира нашего, смерть попрана. Ад упразднен. Теперь что могло препятствовать Господа облечься славой, которую имел Он у Отца прежде, мир не бысть. Уничижение исполнило свое дело. Для чего доли оставаться в нем? Имя Божие явлено. Оставалось по закону правды Божией прославить и того, кем она явлена. И ныне видимы Иисуса за приятие смерти, славу и честью венчанна. Бог превознесе его и дарова ему имя, ежепаче всякого имени, посадив одесную себе на небесных, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого неточию в Веце Семну и в грядущем. Вознесение Спасителя облегся царственной, божественной властью и силой. Царство Божие, основанное Спасителем на земле, было еще так мало, как зерно горчичное. Надлежало распространить его по всем концам земли, украсить и возвеличить соответственно его достоинству, укрепить и оградить против всего враждебного ему, устроять его и управлять им до исполнения всего предначертанного в вечном совете Божиим о всем царстве. Но для сего основателю и учредителю его необходимо иметь власть не только над родом человеческим, из которого состоит сие царство, но и над ангелами, чтобы посылать их в служение, хотящим наследовать спасение, над духами злыми, чтобы защищать людей от их коварства, злобы и насилия, над природой, чтобы течение ее направлять к обращению, укреплению и прославлению сынов царствия, вообще над всем миром, чтобы его вещам дать такой ход, при котором люди легко могли бы приходить к нему, а через него к Богу, и чтобы таким образом царство Божие возрастало, укреплялось и прославлялось. Посему-то вознесшийся Господь, седший одесною престола величества, восприял всякую власть на небесе и на земле. Бог помазал его в царя царем, вся покори поднозе его, подклонил ему всяко колено небесных и земных и преисподних, так что ничто не осталось ему непокоренным, разве покоршего ему вся. Всей эту царственной силой, всем мудрым хранением церкви и направлением ее к предназначенной славе Господь всегда пребывает в ней и пребудет во вся дни и до лет устроения всех. Когда же, наконец, покорится ему все, тогда и он сам покорится покоршему ему всяческое, да будет Бог всяческое во всех. Что значит вознесение Господа для всего мира, видимого и невидимого? О значении вознесения Господня всем обширном отношении мы и помыслить бы не могли со своим слабым, сокращенным и долупреклонным соображением, если бы не руководствовал нас на всем пути благоговейного созерцания славы возносящегося Господа апостол Павел, который, имея ум Христов, измерил всю глубину, высоту и широту силы вознесения Христова. Шедый, говорит он, «Той есть и вошедый превыше всех небес, да исполнит всяческое. Яков нем, благоизволи, Отец, всему исполнению вселитеся, и тем примирите всяческое в себе, умиротворив кровью и креста его, через него, ащи земная, ащи ли небесная, благоизволи, возглавите всяческое о Христе, я же на небесех, и я же на земли в нем». То есть, по учению апостола, вознесением своим Господь восполнил вселенную и возглавил в себе все, что на небе и что на земле. Высокое таинственное учение сие. Понять его вполне объяснить может только тот, кто имеет ум, подобный уму апостола Павла. Со своей стороны осмеливаемся только присовокупить следующие мысли, коими думаем хоть сколько-нибудь приблизиться к божественному апостольскому учению. Природа представляет непрерывную цепь существ, которая начинается с низших классов и простирается до самого царства чистых духов. Целость сей цепи, а следовательно и целость всей природы, требует того, чтобы каждый класс существ жил и действовал соответственно своему месту, своей природе и своему назначению. Ибо только в таком случае может оставаться ненарушимым стройный чин ее. Когда человек пал, сделался преступным, стал жить не так, как следовало жить человеку и потому выдвинулся, так сказать, из своего места, на котором поставила его премудрая десница Творца, тогда стройный чин природы нарушился. Одно звено из непрерывной цепи ее существ выпало, и во Вселенной открылась некоторая пустота. Сын Божий сошел с неба, облегся в человека, снишел до глубины его падения, очистил его, осветил и в себе самом вознес в тот чин, в котором он стоял и в котором должен стоять по своей природе. Сим действием бесконечной благости Божией, падением открывшаяся пустота во Вселенной, снова восполнена, нарушенный порядок ее восстановлен, прерванная цепь снова воссоединена. Сиюто сокровенную силу вознесения открывает апостол, когда говорит, «Шедый, то есть и ваш Шедый, превыше всех небес, да исполнит всяческое, яко в нем благоизволи, Отец, всему исполнению вселитесь». Что значит, наконец, вознесение Господне для рода человеческого, для нас самих, братья? Для нас вознесение Господа есть все. В нем наша слава и величие, в нем несомненное упование спасения, из него нам божественные силы к животу и благочестию. Оно твердыня надежды нашей. Господь Иисус Христос есть наш Господь, потому вся сила есть плод Его вознесения, принадлежит, собственно, нам. Вошед на высоту, Он пленил плен и дадя даяние преимущественно нам, человекам. Слава Вознесения Господне есть наша слава. Вознесшийся Господь принял божескую честь и славу без сомнения по человечеству, ибо Его Божество всегда сияло неизменной божественной славой. Но для кого Он и восприял сие человечество, как не для нас? Для нас Он родился, для нас страдал, для нас воскрес и вознесся. Мы в Нем родились к новой жизни, в Нем страдали, в Нем воскресли, вознеслись на небо и сели одесную Бога. Это нас, учит апостол Бог, воскреси и спасади на небесных во кресте Иисусе. «Человек глубоко пал, столь глубоко, сколь высоко возмечтал подняться. Неизреченная благость Божия, спасая его во Христе, возносит его теперь столь же высоко, сколь глубоко он пал. Будет якобози, вот что адская хитрость поставила камнем притыкание. Истинные христиане, теперь действительно якобози во Христе Иисусе Господе нашим, пойте же все человеки победную песнь Христу, вошедшему со славою на небо и спасадившему нас одесную Бога Отца. Слава Вознесения есть несомненное упование спасения нашего. Человек преступлением соделался врагом Богу, отделился от Него, блуждал во мраке и не мог и не смел паки приступить к престолу Божию. Господь нашел его блуждающего, взял на себя и воссоединил с Богом. Ныне видим человека на небе, у престолу Божия. Примиренным с Богом и усыновленным Ему. Единородный Сын Божий, говорит Епифаний, архиепископ Кипрский, как добрый пастырь оставил в высотах небесных девяносто девять оец ангелов, чтобы найти одну заблудшую. И нашед он взял ее на рамена свои и, вручая ныне отцу своему, говорит, «Отче, я обрел заблудшую овцу, которую лукавый змий, коварно обольстив, завел на пути греха и омрачил и донослужением чистоту богопознания. Увидев ее, погрешую в тени нечести, я скоро исхитил ее всемогуществом моим, омыл ее в струях иорданских и умастил благоуханием Святого Духа Моего. Ныне, через воскресение, пришел к тебе, нося достойный твоего божества дар сию духовную овцу. Слава Господу, вознесшемуся и своим вознесением, примирившему нас с Богом и воссоединившему с Ним. Вознесением Господнем поданы нам все божественные силы, я же к животу и благочестию. Господь вознесением своим возвеличил человека, примирил его с Богом и усыновил ему. Но первоначальности и высокие блага совместились только в нем одном, в его ходатайственном искупительном лице, чтобы и каждый человек облегся его славой, вступил в мир с Богом и восприял всыновление, для сего необходимо ему наперед облечься смертью Христовой, усвоить себе силу заслуг искупителя и во всем подобиться ему. Но к всем кто доволен? Здесь надлежит оживляться спасительной верой, но вера не от нас, надлежит возжечь крепкую любовь, поселить в сердце кротость, смирение, благосердие, повиновение, но ежи хотете таких добрых расположений, прилежит нам, а ежи соделать и возбудить Духа так тесно соединяется со своим вознесением, что, как говорит он, без его вознесения, не нишел бы к нам Дух Святой. У не есть вам, так утешал он апостолов, скорбевших об отшествии его. У не есть вам, да аз иду, аще бони иду, аз утешитель не приидет, аще ли же иду, послю его к вам. Почему вознесение Господне необходимо для неспослания Святого Духа? Это для нас тайно. Без сомнений, с одной стороны, требовал всего порядок устроения спасения нашего, по которому Духу Святому надлежало освящать человеческий род обличением его в заслуги Христовы, что он не мог начать, пока Иисус Христос воссидением одесной Отца не окончил своего дела. С другой, состояние нашего отяжелевшего и грубевшего естества, которое не могло вместить в себе Духа, пока Господь не осветил его в себе и не садел таким образом удобным перехождение Духа через себя на весь род человеческий, верую соединяющийся с Ним. Но как все сие совершаются в домостроительстве спасения нашего, всего не постигаем. Знаем только, что не было на земле Духа, ибо Иисус Христос не был еще прославлен. Ныне вознесшись, Он облегся божественной славой и Дух Святой в мире. Знаем, что Утешитель не не шел бы, если бы не вошел Господь. Ныне Господь вознесся, и Утешитель обитает с нами, действует в нас, животворит и возводит к Богу вслед Христа. Слава вознесшемуся Господу, вознесением Своим, даровавшему нам даяние благодати Всесвятого Духа. Вознесение Господа есть твердыня надежды нашей. Кто, ревнуя по славе вознесшегося Господа, начинает искать Вышних, и где же есть Христос, одесную Бога сидя, начинает мудрствовать, горняя, а не земная, и живот свой со Христом сокрывать в Боге, тот всем славном деле встречает необходимо два главных искушения, кои могут сильно потрясти душу, поколебать твердость ее намерений, ослабить решимость, неуклонно шествовать вслед Христа. Это внутренние и внешние скорби и неизбежные грехопадения. В том и другом случае крепкий щит для души есть созерцание славы вознесшегося Господа. Теперь пусть все роды бедствий соберутся над главой христианина, пусть вооружится против него весь мир и весь ад, пусть внутренняя брань со всей своей злобой провозникнет из глубины неочищенного сердца, он не поколеблется. Мужественная твердость его еще более возрастет при всем, решимость воли его еще более окрепнет. Он убежден, что его жительство на небесах, там, где Христос убежден, что недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явитесь в нем, славе которую видит обличенным вознесшегося Христа, убежден, что побеждающий до конца восприимет честь восседать на престоле славы, как победил и воссел Христос. Потому, забывая все, стремится к почести вышнего звания, как бы течение внешних обстоятельств его жизни и временное смятение души было дело, совсем до него не касающееся. Гораздо чувствительнее и опаснее бед и скорбей, грехопадения, которым подвергается человек по слабости или неосмотрительности. Они стесняют свободу его благих мыслей и чувств, останавливают ход его добрых преднамерений, покрывают стыдом пред собой, ослабляют дерзновение пред Господом, а при большем напряжении умоляют святую решимость, повергают в равнодушие и беспечность и приближают к отчаянию. Близкая и ужасная опасность, но созерцающий умным оком вознесшегося Господа, можно сказать, даже не знает такой опасности. Там одесную престол и величестве на небесах открывается ему первосвященник, который своею кровью в Нидива святая вечное искупление обретый. В Нидив самое небо доявится лицу Божию о нас. Там видит он архиерея велика, прошедшего на небеса, который единому о гресях принес жертву, сидит одесную Бога, всегда жив, «Сы, еже ходатайствовать о нас». А отсюда изливается в души его непоколебимое убеждение, что теперь нет уже решительного, неотвратимого, неизменного осуждения, убеждение, которое воодушевляет его вслух всех исповедать дерзновенное упование спасения во Христе Иисусе. Кто может обвинить избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто дерзнет осуждать? Христос Иисус умер, но и воскрес, он одесную Бога и ходатайствует о нас. Посему аще и согрешит, кто? Ходатая имам и ка Отцу Иисуса Христа Праведника. Так, братья, прославление воцарения Господа, исполнение и возглавление горнего и дольнего, возвышение, примирение, освящение и укрепление ищущих спасения людей, вот те славные плоды Вознесения Господня, которые воздвигают ныне и небо, и землю. Ангелови-человеков, прославлению, благодарению Господа Вознесшегося и к изъявлению взаимной радости о Нем. Дадим обо Богу величие, воскликнем победную песнь Ему, ликуем, воспоем, рукоплещем Ему. Бог наш восходит от земли на небо. Ангелы и архангелы приветствуют Его там, как своего зерждителя и владыку. Но откровенным лицем славу Божию взирающе воодушевимся ради сей же славы ревностью к тому, чтобы и самим в тот же образ преображаться от славы в славу, с посажденным во Христе на небесных, где естественнее пребывать и мыслью, и чувством, и хотением, как не там, где вознесшийся и спасадивший нас в Себе Господь наш Иисус Христос. Аминь.